портал детали главные новости израиля и мира здравствуйте вы на канале это он т.в. эта программа тема дня сегодня веду я михаил горин мой собеседник израильский политолог михаил пиливер михаил приветствую вас добрый день миша ну пожалуйста главная новость вчерашнего сегодняшнего дня это сообщение о том что цехал перешел к третьей менее интенсивной как указывается фазе операции в секторе газы прошу прощения эта фаза предполагает сокращение наземных сил участвующих боевых операций и по сути речь идет о переходе от интенсивной фазе к отдельным точным операциям подробности всего этого нет потому что это было сообщение как бы не для израиля официальная а это слова министра обороны и пресс-секретарь рационала разным американским источником которых они говорят вот о переходе к этой фазе сообщения официального нет поэтому мы можем только догадываться о подробностях того что действительно будет включать себя вот этот переход и в чем будет заключаться новая фаза операции единственная подробность которая есть это то что на заседании фракции или куда премьер-министр бенеминты нягу и министр обороны ее а в галланд так разъяснили своим соратникам сообщения в западных сми значит по словам премьер-министра и министра обороны для продолжения операции в секторе газы необходим этот дальше цитата международный запас для маневра и вот они значит над ним работают скажите пожалуйста что для вас означает международный запас для маневра означает ли это что мы как пишут и утверждает некоторые политика и комментаторы прогнулись под ша и все-таки капитулировали что теперь все будет по-другому значит другой сценарий войны вообще а значит тогда нужно формулировать другие цели или все это не так далеко и не так драматично ну мне кажется что израиль пока что не отказался от своей большой главной цели полного уничтожения хамас я предполагаю что сегодняшней политической обстановке при сегодняшних настроениях в израильском обществе отказаться от этой цели будет невозможно вряд ли сегодня какое-либо правительство даже бенемин нетаньягу смогут перечеркнуть все сказанное и все обещанное поэтому я вообще предлагаю к так называемому первому второму или к третьему этапу вот этой наземно-подземной операции в секторе газа относиться с скептически да это какие-то лингвистические формулировки которые мне кажется созданы для того чтобы о них говорили чтобы переключать внимание тех или иных средств массовой информации и в том числе и международного сообщества на обсуждение вот этих тактических каких-то шагов в общем и целом мы все еще не освободили наших заложников мы все еще видим что хамас имеет возможность обстрела наших территорий включая не только приграничные но и северные города в израиле мы видим что полностью вертикаль власти хамас в газе не сломана есть некие тактическо оперативные да отличия между например севером газы между хан юнесом между рафиахом например в рафиах я и в прилегающих нему поселениях городах палестинских вообще в принципе операция еще не начиналась и война без этого контролировать филадельфийский коридор видимо будет вообще невозможно в хан юносе мы видимо если мы примем все таки вот эту формулировку первого второго и третьего этапа войны сейчас только начинается второй этап видимо если уже принимать какие какую-то вот этот сценарий сокращения крупномасштабных боевых действий он актуален только для севера сектора газа где видимо из-за в том числе из-за того что оттуда ушло ушла большая часть населения цахал имеет возможность перейти к более такой вялотекущей военной вялотекущим военным операциям но я не военный эксперт но при этом я мне для меня очень логично звучит утверждение многочисленных генералов и в том числе министра обороны что война будет затяжной и прочесывать вычесывать боевиков хамас и исламского джихада и иных организаций из секторе газа придется долго они всегда могут раствориться среди гражданского населения нет четкого такого да никакого воинского устава согласно которому они действуют и в этом смысле задача которая стоит перед израиль из израильскими силами безопасности абсолютно беспрецедентно если мы еще вспомним что весь сектор газа это треть города киев или по площади или половина города тбилиси то мы понимаем насколько столь сложной плотно застроенной территории насколько сложно вести я переформулирую немножко свой вопрос просто мне интересно это направление на ваш взгляд вот обладая всей совокупностью данных которые которые у нас есть на сегодняшний день вот этот переход к новой фазе пусть она даже условная как вы говорите оно было сделано из военных или из политических резонов я думаю что никогда нет чисто военных или чисто политических таких причин это всегда смесь какая-то амальгама мы не ведем войну в полном вакууме так же как мы никогда не прекращали заниматься политикой и даже не побоюсь сказать переговорами потому что иски с балой и с хамасом будь то через посредников катар или будь то через каких-то европейских посредников мы все время так или иначе держим какой-то контакт это может показаться парадоксальным но именно именно так это и происходит я конечно же предполагаю и даже практически уверен что американцы есть вещи которые они от нас требуют а есть вещи которые они от нас просят ну вот мне кажется относительно доставки гуманитарных грузов сектор газа и обеспечения минимальными приемлемыми условиями жителей сектора газа это требования американцев а вопрос о том как бы уменьшить воинский контингент и вести более осторожные военные действия в секторе это просьба я не думаю что американцы сегодня имеют возможность или хотят нам навязывать какое-то конкретное военное решение вот этой сложной проблеме которая называется сектор газа поэтому я часто думаю что иногда израильские политики преувеличивают вмешательство факт вмешательства американцев в ведении боевых действий порой не будучи готовыми принять какие-то сложные решения валят это на американцев то есть здесь я думаю правда она где-то посередине не все нам американцы навязывают но при этом часть вещей понятно не отвечают американским интересам так же как например прежде всего война на севере американцы считают что именно это тот спусковой такой механизм который может поджечь весь ближний восток и вызвать цепной реакции включая 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 быть может вероятность первой израиле иранской войны которая в определенными военными шансы на нее оцениваются достаточно высоко поэтому я думаю что сейчас в среднесрочной перспективе все еще вопрос освобождения заложников он первостепенной важности ну и последние дни мы видим насколько накаляется ситуация на севере и видимо там мы подошли вплотную к формуле черчилля о войне и позоре да то есть если ты хочешь пытаешься избежать войны но при этом выбираешь позор то скорее всего получишь и позор и войну вот мы там очень близки к этому сценарию по поводу того что как мы ведем войну как это оценивает сообщество наше израильское вот на медне было опубликован очередной опрос точнее было несколько я не буду выделять отдельные опросы они все были сакраментальным вопросом если бы выборы были сегодня за кого вы бы проголосовали и с небольшой разницей тенденция понятна ликут после резкого падения последних месяцев начал потихонечку потихоньку отбивать свои позиции пусть и не не уверен не очень уверенно но подбивает там один два мандата в плюс а вот его главный соперник далеко обошедший его пара блок гражданская гражданский лагерь потихонечку наоборот отдает свои мандаты там есть еще любопытные вещи на которые может быть стоит обратить внимание но это главное скажите пожалуйста о чем это свидетельствует вообще и свидетельствует ли о чем-нибудь ведь если ликут начал потихоньку прибавлять тот самый ликут которого проклинали в начале войны и его главу бениамин тэньягу он же глава правительства за то что они вот такой позор ввергли наш 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 и такую беду потихоньку возвращать это что оценка нынешних действий аванс время проходит ну это означает ну во первых я самого начала не предлагал не списывать бениамином тэньягу со счетов его политическая способность к выживанию мне кажется многими преуменьшается и мы очень часто пытаемся выдать желаемое за действительное и в этом смысле тот кто ненавидел бениамина тэньягу в качестве политика он 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 и пытался вокруг вот этих событий 7 октября выстроить такую стройную теорию о том что вот сейчас уж бениамин тэньягу придется заплатить по полной смотри бениамин тэньягу во первых политически напоминает мне волка в ну погоди я думал в какой сказке в котором он бежит знаешь со склона горы а за ним огромный ком снега такой да который вот-вот его настигнет и бениамин тэньягу пока что бежит быстрее да и но абсолютно понятно чем это все закончится рано или поздно ком его настигнет и вот это политическое политический ком истории да его вне сомнения по полной взыщет с него до полную цену потому что конечно же ему не он не сможет в среднесрочной перспективе уйти от ответственности она просто будет такая понимаешь некий отложенный видимо будет эффект но от этого хлопок или скандал будет лишь больше но пока что не тэньягу та та это объяснение та аргументация которую он выбрал что посмотрите как вам как всем повезло что именно я в эти сложный момент находился у руля а не кто-либо другой и насколько насколько все могло бы быть хуже да это вот одним предложением то что не тэньягу сегодня пытается нам продать не боюсь этого слова и есть немало людей которые это воспринимают как легитимный понятный аргумент я очень много общаюсь ну пытаюсь знаешь таких бытовых каких-то ситуациях общаться с израильскими с израильтянами и особенно в тех скажем так географических районах где традиционно большое количество ликудовских избирателей и мой вот этот политический пульс да мне лично говорит о том что не тэньягу все еще воспринимается как то что называется на иврите брират михдаль то есть как как наилучшее из существующего наилучшее существующего да он плохо да он ошибался и так далее но при этом ничего лучше у нас сейчас сегодня нет и здесь я согласен с тобой что ликуд по опросам перестал падать он достаточно так последовательно ослабевал а сейчас он остановился на цифре около 20 мандатов ликуд и партия ешатид я вот предлагаю их рассматривать как более не менее два таких идеологических отражения друг друга две крайности оказалось что вот эти две партии они видимо сохранили какое-то знаешь ядро избирателей которые несмотря ни на что являются фанатами с одной стороны или нетаньягу или с другой стороны фанатами лапида ганс он ведь он ведь наш израильский молчален он он пока что все еще да не конкретизирует что именно он предлагает он олицетворяет для израильтян возможность нормальности возможность того что мы будем все вместе дружить и что в одной партии представителей центристов левых правых религиозных светских арабов берузов ашкеназов сифардов но при этом там ведь пока что нет никакой позитивной повестки и поэтому ганс это не столько 35 мандатов ганса это не столько его поддержка реальная а сколько неприязнь к нетаньягу или другим то есть тут высокий рейтинг ганса это следствие высокого антирейтинга других политиков и я думаю что чем больше ганс ближайшее время чем ближе к выборам он будет конкретизировать свою политическую программу тем больше от него будут отворачиваться хотя я при этом оцениваю положительно его участие в сегодняшней коалиции потому что в качестве абсолютно таком бытовом я как избиратель я как израильский гражданин сплю чуть спокойнее зная что ганс допустим с айзенкотом являются членами вот этого военного кабинета узкого военного кабинета чуть более расширенного военного кабинета то есть я спал бы хуже если бы их там не было поэтому вот так то решение которое они приняли видимо оно не просто правильно оно и отражает отражает мнение большинства его избирателей то есть большинство его избирателей считают что ганс все еще делает правильно но количество количество противников продолжение сидения вот в этой коалиции оно растет тогда еще один момент попрошу вас прокомментировать по этой теме партия НДИ Наш Дом Израиль во главе с Виктором Либерманом она согласно последним опросам тоже уверенно немножко подрастает причем так существенно по сравнению с тем что у нее было а как это объяснить эта партия находится в отличие от партии Бенни Ганса вне коалиции она не подставляла плечо нынешней власти не является ее противовесом до его позиции ее в общем то особо не слышно она не предлагает каких-то новых законопроектов или новых идей тем не менее у нее тоже есть уверенный рост но прежде всего эта партия держится на на авторитете да лично Авикдора Либермана который за последние два месяца укрепляется значит его его представление о нем укрепляется из-за того что во-первых он на самом деле в восемнадцатом году ушел из правительства будучи несогласным с отношением этого правительства к Хамасу это во-первых то есть он воспринимается человеком таким правильным с правильными идеями которые были отринуты отвергнуты тогда то есть здесь такой сценарий который он разыгрывает это я же вам говорил это часть объяснения его электорального усиления а второе он в последние дни недели занял очень правую такую позицию идеологически воинственную я бы сказал он предлагает ну а бомбить асуан он не предлагал пока что но он предлагает войти глубоко на изра на ливанскую территорию озвучивал даже сорок пятьдесят километров глубь территории для того чтобы проучить хизбалу и такие милитаристские заявления всегда во время войны пользуются пользуются популярностью это вполне ожидаемо его укрепление я видел опросы о девяти десяти мандатах что составляет приблизительно на двадцать тридцать процентов от его нынешней электоральной силы оно ну вот оно скажем так качественно оно пока что не поменяло общую такую перспективу этой партии она все еще остается нишевой ее костяк это наши русскоязычные избиратели и здесь видимо все таки сумеет ли Виктор Либерман пробить вот этот стеклянный потолок и привлечь израильтян чтобы они за него пошли и проголосовали это вот единственное как бы единственный шанс существенно увеличить свои политические очки ну силу ну здесь понимаешь еще ведь большой вопрос о том будут ли у нас к следующим выборам будет ли она будет ли новая повестка или мы так и и вообще непонятно когда будут эти выборы и мы вообще или мы обречены понимаешь ходить вот по этим мукам я вот смотрю на опросы общественного мнения я поражаюсь что ведь все те же то есть ну вот как бы сравни это с выборами в ноябре 2022 года но все те же одни и те же эти лица и никакой новой повестки но сейчас не время чтобы могли появиться новые люди хотя когда война закончится возможно на волне войны появятся новые лица какие-то ну да но здесь понимаешь здесь к сожалению повторяю у нас все это все еще вертится вокруг конкретных политиков не вокруг повестки да а вокруг политиков Нитаньягу Либерман Лапид Ганс то есть качественно мы пока что не никаких уроков из событий 7 октября не выносим это точно я хочу у нас осталось пара минут я хотел бы вернуться к твоим словам по поводу политики искусство политического маневрирования бениамина Нитаньягу не главное конечно событие но очень любопытное вокруг и широко обсуждаемое значит израиль будет отвечать израиль будет будет отвечать в международном суде гаги по иску юар в отношении того что израиль обвиняется в геноциде и вот представлять судьей так сказать представителем израиля бениамина Нитаньягу назначил Аарона Барака виднейшего юриста бывшего главу богатца высшего суда справедливости автора знаменитой теории судебного активизма и самого ненавистного юриста в среде правых сторонников юридической реформы читай сторонников Нитаньягу поэтому это было совершенно необъяснимое событие когда Нитаньягу именно его назначил представителем в этот международный суд скажи пожалуйста тут есть разные толкования что полные конспирологии что Нитаньягу это специально сделал чтобы если израиль провалится в этом суде то окончательно провалится барак и его теория судебного активизма и левые будут посрамлены есть разные теории есть свое объяснение почему он это сделал или он просто как здравый политик выбрал лучшее это смотри на самом деле в любой нормальной стране это решение было бы достаточно для того чтобы как минимум министр юстиции ушел в отставку после всего сказанного в адрес Аарона Барака я не понимаю как Левин рассчитывает сохранить политическое лицо Нитаньягу смотри мне кажется Нитаньягу выбрал абсолютно беспроигрышный такой сценарий с одной стороны если все получится и Израиль не будет обвинен в актах геноцида то он скажет все скажут вот какой мудрый Нитаньягу и он будет купать купаться в лучах этой славы и лавры этой победы припишет себе заберет себе а если ничего не получится то спустит всех собак наверное на Барака даже ему не надо будет это делать этого это сделают вместо него или за него немало немало есть немало таких этих участников инициативной группы то есть я предполагаю что Нитаньягу здесь сделал решение достаточно объективное рациональное то есть видимо авторитет Барака видимо его личная история жизни и те силы которые он представляет в израильском обществе по мнению Бениамина Нитаньягу и здесь я с ним согласен вот делают Аарона Барака самой подходящей кандидатурой на этот пост отдают должное Нитаньягу что он не потерял видимо способности мыслить как человек образованный интеллигентный как человек умеющий да взвесить все за и против рассмотреть ситуацию с разных углов зрения и даже если это в ущерб его политическим союзникам но именно этим и занимается последние годы Бениамина Нитаньягу именно этим он так люб одним и ненавистен другим он всегда умеет разделять и властвовать и и в этом смысле он понимаете он видимо единственный человек который для своего политического выживания готов пойти на все да он замечательный маркетолог и вот чисто по маркетинговым законам назначение Аарона Барак оно несомненно правило здесь насколько это будет принято его политическими проглочено политическими партнерами это вот очень интересный вопрос пока что видимо особо иного выбора у них нет и Барак будет представлять интересы Израиля мне очень было бы интересно знать потребовал ли Барак в обмен на свое согласие отменить юридическую реформу я предполагаю что даже если это не было сказано прямым текстом это видимо то условие без которого Барак бы на это не пошел но здесь возникают другие ты знаешь вопрос например вопрос его физического способности возможности вести этот затяжной процесс возникает вопрос того что Барак ведь человек переживший катастрофу и насколько сейчас нас будут обвинять в том что мы опять занимаемся политизацией катастрофы шоа и пытаемся сыграть в эмоциональную игру но хотя с другой стороны мы же понимаем что у наших врагов как бы не занимать мотивации безусловно кого кто бы ни был нас ненавидит так что найдут но здесь я на самом деле рассчитываю что большой опыт и авторитет Барака здесь в данном случае будет в наших интересах использовать посмотрим это действительно будет очень любопытно да и важно тоже на этом все напомню что моим собеседником сегодня был израильский политолог михаил пиливер до свидания спасибо спасибо